есть зритель этот ролик будет на руке если вдруг вот тремор благородный то гомоносой в общем обзор не то чтобы еды но и зашана смотри зритель чего я купил я купил контейнеры тут их пять штук и не 750 миллилитров на самом деле мне короче надо было какой-нибудь контейнер и но не такой быстро растворимый но смысле одноразовая какой-то поменяемые с крышечкой допустим начатая ваша него не обнаружила ибо у меня был такой бульон местного который вот ну очень тупо надо было заморозить в итоге я на основе этого бульона уже сварила суп сейчас скажу почем контейнер 41 рубль 55 первый раз по моему такие большие беру потом вообще мне не надо было зубную пасту но я увидела ту которую давно не видела и вообще ю в прошлом сом году покупала в этой в пятерке короче вот что-то и увидела чем она даже была чутка дешевле чем ту которая последний раз покупала скажу почем счастье где она у нас 100 миллилитров паста 149 рублей 90 копеек мне конечно есть корейская паста и который наверное хватит если не на полгода то на пять месяцев точно но я что-то и есть еще этот мой зубной порошок ну смысле из у птана ну я вот что-то да вон там видно мою сланцу и розовую тапку что-то вот решила как-то мою моя любимая зубная паста дома купить все третий раз в жизни и буду пользоваться еще не то чтобы у меня уже совсем умерла но надо мне тут я тут смотрю там всякие такие разные шановские какая-то прорезиновенная супер за 30 чем-то и какая-то обычная за 15 рублей обычно 15 рублей а еще у меня была жидкости для снятия лаком на самом деле жидкость для замазывания и я ее ругаю но суть такая что я просто больше нигде пока не видела водно-водорастворимой жидкости у меня один флакончик обычно покупаю по 21 про запасным другим не узал а сейчас у меня про запасные юзается я в этот раз тут купил один флакончик он в этот раз он стоит 25 походу дело ровно все найдем до 25 рублей жидкость корректирующая а еще что-то вот мне приспичило но иногда вот надо что-то записать а у этой бумажки под рукой вообще нету они к тому же еще и липучные и по-моему это тоже ашан в смысле ашановская марка мало того что то ваша не покупала так еще и марка ашановская состав бумага удивительно а я думаю из чего она сделана это просто был камень сегодня когда я шла как раз это вот саша и да моя проблема которую я тут мы ловила во флудилку и еще перед этим ролик писалось и я пешкоградом ассадом сегодня у нас 26 шестую вот как уж я не знаю когда это замонтирую там у меня еще какой-то ролик с волгой с уже новым великом он даже стоит потухом меня отразил 26 апреля пятница 36 я знаю свое время короче говоря был там данным человек что не прекращайте пожалуйста обзор еды я была уверена что купила еду но я что-то не дошла до двух отделов которые тоже как бы собиралась посетить ну так как я сегодня почти не спавший была в общем то был не первый поход ты вы выйдя из дома то я решила что можно обойтись нет и без еды но почему бы не обозреть короче прекращать обзоры еды я тогда не буду хотя тут приличное время что-то не ничего не обозревала хотя и покупала что-то просто думаю столько обзоров еды людям уж надоест но люди слушайте до чего вы все-таки прикольное создание зрителей иногда докапываются до такой фигни от когда который даже не думаешь докопаться в монтаже словесных облачках извиняюсь за свой редкий мат или как я конечно хотела бы сказать всем спасибо всем пока у меня кот снова стал спать вот в этой переноске вчера из-за того что у меня все посетила с велико благодаря некачественной сборки одного магазина я дома почти не было и вот видеть соскучал у меня разве что на голове не был тише вообще тишь повезло у него тут сфортируя его ему карельской форели которую купили у меня товарищ ну смысле не у меня вообще купили товарищи засолили ее ее потом вымачивала в трех водах и прокипятила а корей фу гореть форель короче это корейская форелию не отчипят ладок оговорилась в общем она пахла по вкусу и по запаху по мне землей но ближние люди говорили что на самом деле типа она пахнет травой помена пахло очень сильно землей по вкусу ну товарищу подфортила целая кастрюлька я ему поставил эту кастрюльку на пол думаю лучше на пол поставить чем пытаться давать и он так потаскивал потаскивал полтора суток мужской даже двое суток ее хомячил а еще как-то до этого позавчера с хомячим у хозяина мясом хозяин конечно лоханулся что это мясо не очень сильно прикрыл выходит всегда мечтала заснять его так вот это как бы не специально ну в общем пришла я с какого-то действовав не помню откуда саду что ли открывала эти парники думать что-то у меня на кухне странное не так а это кодском унизил мясо и вот мясо с две руки моих вот так ладошки вот он две трети ладошки схомячил на смысле этого куска я помыла малюсенький кусочек все отрезала бульончик сварила в итоге на своему толчу то мне в общем великолуцкая свинина как-то не понравилось ну ему сварила уже вареную свинину доедала так что он у меня тут шикует жирует эти вот мои огурцы а вон там за окном эти самые я тут посадила салат двух видов и забыла еще какую-то траву типа салата на фиалку мне почему-то дохнет даже не отсадилась а несколько раз пыталась ее и пересаживала кусочек и отсаживала листиками но в общем вот не дает она корни не знаю что с ней не так в общем всем да по такой не знаю надо помыть спасибо за просмотр всем пока